всем привет как дела хорошо я думаю да ну я как всегда благодарю вас за то что смотрите эти монологи за то что слушаете музыку в первую очередь это очень хорошо это очень полезно и приятно в первую очередь приятно даже так во вторую очередь полезно но и конечно за то что пишите комментарии под моими монологами во первых это интересно во вторых это приятное времяпрепровождение в третьих мы все узнаем много нового порой даже больше чем из моих монологов узнаем из комментариев и мне лично очень приятно то что я вспоминаю про пластинки которые стоят у меня на полках и про которые я почему-то еще не говорил ни слова хотя про группу который сейчас будет показана я уже говорил был ролик один года полтора или два назад по моему есть в плейлистах вообще смотрите плейлисты там уже достаточно много пластинок показано и вполне вероятно что пластинка которые вы хотите увидеть она уже показана так что начинайте с плейлистов но так вот один из зрителей более или менее постоянных написал про группу иглс что это тупари которые написали одну песню и все и больше ничего не могут и не могли точнее ну я уже в первом ролике говорил что это не так но то что отечественные наши любители современной музыки в основном знакомы с музыкой группы иглс по песне отель калифорния это ни для кого не секрет ну что поделать так бывает я показываю эту пластинку деспирадо 1973 год это второй альбом группы иглс он не сразу стал популярным он когда вышел что-то такое недели две или три он медленно медленно поднималась поднималась поднимался а всеми четвертом году уже стал золотым а в 2001 году стал дважды платиновым вот такова популярность группы иглс и не только пластинки отель калифорнии а всех остальных пластинок они все очень хороши но при том условии если вас не пугает слово кантри я не знаю почему она должна пугать но многих отпугивает собственно многих и слова джаз отпугивает даже но так бывает многие говорят что кантри это то же самое что русский блатняк нет совсем нет так могут говорить те кто в общем-то кантри толком и не слышали никогда группа иглс она является в общем носителем кантри культуры одним из носителей кантри культуры и музыка настолько разноплановая настолько интересная настолько богатая настолько и гармонически и мелодически разнообразная что до блатника конечно тут то есть блатника в микроскоп не видно даже в телескоп не видно но тем не менее эта пластинка название дисперада как я уже сказал она вся посвящена тому о чем поется в русском блатнике в основном то есть а преступности а тюремных всяких историях не знаю там черный воров что ты вьешься можно вспомнить можно вспомнить владимирский централ и можно вспомнить разные песни про представителей преступного мира и все это как бы кантри и все это группа иглс и все это невероятно красивая музыка сложная внутри себя и вовне себя интересное удивительно качественно и круто сыгранная и еще круче спетая вокальной гармонии у иглс это их трейдмарк что называется просто это их фирменное отличие от большинства наверное американских и английских групп поют они как никто и нигде на самом деле те кто ходили на концерты иглс я не ходил я слышал только их записи могут убедиться в том что на концертах группы иглс просто фантастически фантастически работает и поет играет также как на студийных записях а то и еще и круче даже еще и сильнее мощнее драйвовее но красота их пение она остается многие кстати любят группу песниры у нас среди наших меломанов но послушайте тогда группу иглс и не сравнивайте ничего просто послушайте вам понравится наверное я надеюсь надеюсь мне иглс нравится больше песниры это никаких национальных отличий тут я не затрагиваю никакого унижения или возвышения чьей-то культуры тоже про я говорю просто о двух группах вот и все больше ни о чем ну а группы глэн фрейдон хенли берни лидом рэнди мэйнс мэйн мэйснер просто четыре парня американские которые очень хорошо играли на инструментах очень хорошо пели и отлично сочинят сочиняли отличные песни первый альбом который у меня нет у меня есть все альбомы иглс кроме первого почему-то так получилось ну вот второй не хуже первого первый альбом принес им значительную популярность давлю серьезную крепкую устойчивую и на этой волне они записали второй альбом этот альбом концептуальный он абсолютно вот такой но мода была 73 год концептуальный альбом или группы иглс записала свою если не рок-оперу то вот это вот концептуальное полотно такое и она и выстроена так первая песня дулин далтон начала первой стороны и в конце второй стороны реприза идет дулин далтон по другому сыгранная песня такой как бы привет слушателям прощание со слушателями и конечно заглавная песня дисперада которая заканчивает первую сторону в конце она завершает альбом закрывает его репризы тоже дисперада но дисперада это очень красивая песня сама по себе медленная баллада один из критиков американских написал что это очень медленная баллада я не знаю что он имел ввиду это хорошая медленная песня под фортепиано ее спел на дон хенли барабанщик он же ее и написал глен фрей играл на фортепиано но в оригинальной версии на первой стороне дисперада это фортепиано с оркестровкой такой тонкой достаточно и пение очень красивая дисперада отчаянный про отчаянного парня отчаянного бандита который которому хорошо бы раскаяться и войти в рай в райские врата раскаившимся и получившим благословения и вернуть себе свою сущность человеческую хорошую очень трогательная песня а в репризе дисперада это мощная с дикими барабанами дома хенли все-таки барабанщик и так она прямо пробирает ну может быть вас проберет я не знаю в принципе пробирает так что один советую первая песня дулин далтон которая в конце в репризе тоже идет очень красивая в среднем темпе такая штука собственно говоря я сказал про кантри кантри такой в нашем понимании в нашем представлении кантри здесь всего одна песня который называется 2121 да она вторая на первой стороне вот там и банджо там мандолина там вот этот ритм кантри такой гармония традиционная весьма в принципе одна единственная песня здесь все кантри как бы да но вот в представлении российского слушателя кантри одна здесь такая штучка конкретная вот услышишь а кантри окей вот адулин далтон она сложная какая-то рок песня с в основе лежит та же самая кантри история но она насыщенная музыка с интересной гармонии со сложной мелодии спета тоже будь здоров как гитара играют электрическая акустическая бас барабан и все прямо прямо красота а история этой песни такова билл далтон был такой человек он работал ну будем говорить в законодательном собрании штата калифорния вот и у него были два брата оба брата были бандиты и оба этих брата погибли в перестрелке с шерифами калифорнийскими или не калифорнийскими или техасскими в общем где-то они грабили банки короче говоря и поезда их пристрелили во время очередного ограбления и когда билл узнал о смерти своих братьев он немедленно поехал туда где их убили в тот городок или в тот я не знаю там в то поселение и стал бандитом пошел по пути своих братьев и эта песня посвящена собственно говоря ему и название дулин далтон состоит из фамилии билла далтона и фамилии билла дулина который тоже был бандитом такая история очень красивая песня несмотря несмотря на ее содержание это как бы кантри да как бы кантри но потом бац идет песня out of control чистый просто чистый просто тяжелый рок в исполнении группы и голос но не такой тяжелый рок как black sabbath да а красивый быстрый мощный драйвовый тяжелый рок очень неожиданная штучка штучка такой вот замечательный ракешник и она рифмуется с песней all cloud man на второй стороне еще один практически тяжелый рок-н-ролл такой который прямо вот прямо вот тащит вот это рок музыка вот мы наконец-то кантри закончилась слушаем рок музыку такую заделывают ребята историю вот вам и кантри вот вам и отель калифорния то есть в общем очень советую после out of control на первой стороне текила sunrise невиданной красоты песня с гитарными переливами с вокальными делами но не не просто какие-то такие такие гитарные переливы аморфные а конкретно хорошая песня с прекрасной мелодии здесь вообще с мелодиями у игл всегда было все в порядке certain certain kind of full на второй стороне она отдаленно похоже на дулин дал там но она более к это драматичная что ли наверное мне кажется она просто очень красивая тоже средне темповый номер с акустическими электрическими гитарами спета как я уже говорил замечаю я про каждую песню замечательно спета красивая мелодия да ну а что еще скажешь здесь просто сложная с прекрасным рефреном замечательная песню out low man я уже сказал с этой дына it поживее немножко но тоже лирика в общем а вот бита крик предпоследняя вещь перед репризами перед гранд-финалом этого альбома она очень интересно она практически акустическая очень хорошие очень интересные нестандартные для рок-музыки аккорды на акустических гитаров 2 сыграны они переплетаются хорошая такая внятная и роковая мелодия вокальная на фоне вот этих акустических гитар она что-то мне напоминает все время я не могу понять до сих пор что она напоминает какие-то и русские песни даже сыгранные нашими отечественными музыкантами играющими в стиле рок напоминает напоминает все сразу но это при этом ни в коем случае не плагиат это такая как бы как как бы классика акустического рока одно из лучших нам произведения акустического рока мне эта песня на этом альбоме нравится больше всего как ни странно хотя прекрасная дисперада прекрасная этот самый дулен далтон но вот эта бита крик она прямо вот ложится как-то и от нее не отвязаться никак и отличная гитарная соло в конце на акустической гитаре она уведена подальше и как как ты его не сразу даже расслышишь но потом когда ты его расслышишь в него вцепляешься ухо зацепляется и от него уже не отвязаться и слушаешь только это соло и потом она потихонечку потихонечку выходит выходит на первый план и в общем красота удивительная как я уже говорил пластинка сначала не была ошибка популярная какие-то там сотые места занимала потом за две недели она поднялась а потом стала уже золотой дважды платиновые и все дела как и все в общем-то альбомы группы eagles я очень рекомендую если кто не слышал никогда группу eagles кроме отеля калифорния начните с этого альбома дисперада может быть он покажется немножко сложным для восприятия потому что так такого отель калифорния здесь нет но здесь очень сложные и простые в то же время для восприятия песни через которые можно войти уже в дальнейшее творчество иглз чего я всем вам желаю искренне совершенно потому что это кайфовая музыка это классика рок-музыки двадцатого века и если вы серьезно как-то решили там изучать эту самую музыку двадцатого века стиля рок то без группы eagles там не обойтись в общем то никак вот так и я пошел пить пока